Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Причем, что интересно, вы знаете, некоторые лёлины зрители, ну настолько грубо стали отзываться в адрес Даниила, честно, в комментариях у нее под стримом, я вообще в шоке, да? Одна из них писала, мол, нечего идти у него на поводу, он копия его папаши, такой же нытик и лентяй, пусть ходит, мол, как миленький в обычную школу. Слушайте, и вот эти люди потом бегают по обзорным каналам и поучают нас с вами, как надо себя вести, да? А почему так грубо, как вы можете так грубо писать про ребенка? Что вам это Даня сделал? Я там понимаю, когда пишут про Женю, да, когда она начинает негативно высказываться в адрес взрослых людей и поучать их. Я понимаю, когда говорят что-то относительно Леши в некоторых моментах. Но зачем говорить про Даню? Даня вообще никому ничего плохого не сделал. Даню не видно и не слышно. Скромный, спокойный пацан. А еще эти же зрители у Лельки писали, мол, дети Жени Б, только вдумайтесь, ребят, они писали, дети Жени Б у них плохие гены по отцу. Ребят, я в шоке. А может быть, да, а мол, гены, а мол, Женя, Леша и Федя, они от другого отца. Вот честно, я вообще не вижу, чтобы Лелькины дети от первого брака были какие-то семи-пять во лбу. А Даня, по мне, очень смышленый мальчишка. Просто да, действительно, он скромный, стеснительный, очень ранимый. И здесь, конечно, нельзя его заставлять идти в школу, если у него там уже просто шалят нервы, у него уже начинается самая настоящая истерика, да. Сказала Лелька о том, что она, кстати, видит будущее за онлайн-школой. А мол, на дистанционке ничего хорошего не будет. Ну, что здесь можно сказать? В очередной раз убеждаюсь, что Леле плевать на собственных детей. Вот знаете, ей вообще все равно. Она все это сделает только для собственного удобства, чтобы самой не напрягаться. Она же сказала, что проблем там не будет, так как репетиторы будут заниматься с Даней по полной программе. То есть, вместо того, чтобы вообще решать проблему, откуда, как говорится, ноги растут, да, и вести Даню к хорошему психологу, чтобы он разобрал эту ситуацию на корню и решил ее, чтобы ребенка можно было как-то социализировать, а также нанять ему репетиторов, да, если он где-то что-то недопонимает, отстает и так далее. Она просто берет, скидывает его с себя, перекладывает на других людей, да, и оформляет его в онлайн-школу. Далее опять, друзья мои, Лелька начала про себя, про себя любимого, про свое плохое самочувствие, именно что касается поджелудочной. То есть, вспомните, что было накануне, в том ролике, где она сказала, что она уходит с Ютуба. Помните, она говорила, ухожу с Ютуба, да, на какое время не знаю и так далее. Вспомните, она начала свой рассказ о том, что говорила, а вот я не сплю ночами, да, потому что меня мучает поджелудочная и так далее. А потом, в конце этого ролика, она вечером прихватывает всех своих якобы больных детей, да, и поехала с ними со спокойной душой в пиццерию, есть пиццу. А через пару дней Леша выкладывает в сторис у себя, ну, я об этом уже говорила, да, ролик, где Артур готовит шашлыки. Ну, понятное дело, что Артур готовит шашлыки именно по просьбе Лёльки. Понятное дело, что кто может поверить в то, что Лёлька не будет есть шашлыки, или что Лёлька не ела в пиццерии пиццу. Я вот и ни за что никогда не поверю. Я так понимаю, у Лёльки такая диета. То есть, она сидела, часть стрима рассказывала про свою поджелудочную, ей вот эти вот, знаете, её хомяки, всякие разные советы раздавали, да, ну, хоть бы кто-то ей сказал, Лёль, да о чём вы говорите? Вы едите пиццу, вы едите шашлык, рассказывайте о том, какие у вас были проблемы. Ну, а далее стала рассказывать, что онлайн-обучение очень дорогое. Так что, хомяки, поактивнее, поактивнее, в скором времени будете оплачивать, в том числе и обучение онлайн Лёлькиного сына. Да, сказала, кстати, что она оформляет оплату онлайн-обучения в рассрочку. В общем, да, попали, хомяки попали ещё и на обучение. Стала вспоминать свои детские годы, говорит, вот, мол, так и так, говорит, мне тоже было сложно в школе. Причём она призналась, что как бы с учителями у неё были хорошие отношения, да, ну, и стала рассказывать, рассказывать о том, что вот она даже до сих пор, мол, общается с психологом на эту тему. Вот о чём я и сказала, она самая настоящая эгоистка, то есть для себя у неё есть психолог, да, а чтобы ребёнка привести к психологу и как-то проговорить его проблемы, на это у Лёли почему-то, я не знаю, либо желания нет, либо возможности нет, либо ещё чего-то нет, но ничего она, по крайней мере, не делает. Ну, а далее, знаете, словно по команде фас, как только Лёля рассказала о том, что ей тоже было жилось не сладко в школе, её обожатели стали, знаете, вспоминать и написывать всякие разные ужасные истории из школьной жизни и плохо отзываться об учителях. Очень некрасиво, я считаю, вообще некрасиво. Но Лёля стала рассказывать о том, что она не была в школе глупой, она говорит, «Я была ленивой, и меня травили конкретно одноклассники за мою плохую успеваемость». Кстати, кстати, всем тем, кто обвинял Даню в том, что у него плохие гены из-за Женебы, и он будет такой же ленивый, и валяться на диване, да-да, это всё писали про вот этого семилетнего ребёнка, да, или сколько ему там, семь или восемь, я забыла. Так вот, неважно. И выкусите, как говорится, вот все, кто писал о том, что у Дани плохие гены, он будет такой же ленивый, как у Женебы. Выкусите. Лёлька про себя сказала, что была очень даже ленивой в школе. Вот так вот. А гены, кстати, там двоих людей, так что не стоит во всех проблемах винить Женю Б. И уж если на то пошло, кстати, у Жени Б есть прекрасные детки, вот Артём и Ульяна, мне вообще очень нравятся. Они и приятные, и достаточно скромные, не избалованные дети. Даня тоже прекрасный мальчик. То есть никаких, знаете, негативных эмоций, мне кажется, этот ребёнок вызывать не может. Не знаю. Ну, а вообще, в принципе, друзья мои, вы знаете, что меня удивило? Я слышала, да, как бы я особо там не отслеживала комментарии, которые там были, но очень многие ребята на моём канале писали о том, что очень многие комментарии подчищались. То есть, получается, подчищали разные-разные, разного рода комментарии, как раз-таки про то, что Лёлька врёт, что она не болела, да, про шашлыки и так далее. Но почему-то ни Лёлька, ни её подруга Козлодоева не стали подчищать такие гадости, которые писали про Даню. Вот почему? Вот только вдумайтесь, да. Может быть, потому, что там как раз-таки опять обсирали Женю Б, мол, у него плохие гены. В общем, странно. Странно, когда ты всему этому потворствуешь, да, ты даёшь понять, что, да, и твои дети могут вырасти такими, и вообще с чего ты решила, что у него плохие какие-то гены. В общем, для меня это тёмный лес. Ладно, не буду всю эту ситуацию, как говорится, врашить. Далее стала говорить, что она не понимает. Когда ей сказали, что она попрошайка, она говорит, я не понимаю, какое отношение ко мне имеет попрошайничество. Да, Лёль, действительно, ты у нас просто святая женщина. Ты не сидишь каждый день на стриме и не просишь деньги. А также, кстати, друзья мои, вы знаете, вот без ложной скромности Лёлечка отметила, что она лучший канал в сегменте деревенского Ютуба. По её мнению, у неё больше всего подписчиков. Она говорит, это не я говорю, это говорит за меня моё количество подписчиков. Лёль, ну, знаешь, дело даже не в количестве подписчиков, да, а все прекрасно понимают, что самое главное здесь количество просмотров. На деревенском Ютубе, кстати, есть блогеры. Я вот, между прочим, знаете, мало кого, да, так посматриваю по деревенскому Ютубу. Но вот я знаю точно, что у Дианы Строгой у неё, по-моему, тоже 640 тоже, то есть у Лёльки где-то 649 тысяч подписчиков, и у Дианы Строгой где-то 640 с чем-то тысяч подписчиков. И, кстати, просмотров у неё больше, чем у Лёли. То есть, если у Лёли, допустим, просмотров бывает и по 60, и по 70, и по 80, да, самое там максимальное это где-то 120, это крайне редко, то у Дианы Строгой я посмотрела, вот даже вот зашла, посмотрела специально, ну, у неё бывает и 150, и 170, и 230, да, тысяч просмотров, то есть, как бы, ну, в общем, в принципе, Лёлька, мне кажется, незаслуженно себе забирает в этом плане пальму первенства, и она постоянно забывает, делает вид, что забывает и говорит о том, что какое у неё количество подписчиков. Самое главное здесь просмотры, просмотры, а не подписчики. Твои вот эти вот мёртвые души на самом деле никому не интересны. Да, далее, сказала, друзья мои, опять интрига, скандалы, расследования. Сказала, что Сергей Петрович уезжает. Да, говорит, стали ей задавать вопросы, как уезжает, как уезжает. Она сказала, как только Сергей Петрович приехал ко мне летом, он сразу же сказал, что я уеду в ноябре. И такое, знаете, молчание. Я так понимаю, что, в общем, да, что можно сказать. Ну, да, кстати, переживает она, переживает, она говорит, не знаю, как я справлюсь совсем одна в его отсутствии. Лёль, ты только несколько дней тому назад говорила о том, что если придется работать с тебе на хозяйстве вместо Сергея Петровича, то ты ничего не боишься и ты справишься. Вот, я думаю, ты действительно должна справиться. Ну, а далее, а далее, друзья мои, началась игра одного актера, причем полная, бездарная, бездарного актера, я бы так сказала. И глядя, знаете, на блуждающую улыбку на Лёлькином лице, мне сразу стало понятно, что Лёля действительно врет. Вот, у неё спросили, надолго ли уедет Сергей Петрович в ноябре. На что она ответила, как Бог даст, да, если, мол, не запьёт, то вернётся быстро. В общем, да, забыла, в каком состоянии была, в каком состоянии находилась днём, в каком состоянии пришла на стрим, и всё, уже к концу стрима начала шутить, в общем, да, хохмить и так далее. Да, даже, даже Сергея Петровича определила в запойной алкоголике. Слушайте, ну, даже если представить, что он может там уйти в запой, да, зачем вообще, в принципе, об этом говорить и каким-то образом принижать человека. Рассказывай про себя. Далее стала говорить о том, что она боится снимать дом на неделю, говорит, это, во-первых, очень дорого, да, не всё бесплатно, представляешь, люди за всё всегда платят собственные деньги, а ты привыкла деньгами распоряжаться хомяков. Говорит, это дорого, и вдруг мы ещё, значит, мои дети там что-то разобьют, что-то ещё сделают, и я, говорит, потом не рассчитаюсь. И вот вы знаете, что Лёлька придумала? Она говорит, проще нам купить там несколько-несколько, то ли шесть конвекторов, да, она сказала. В общем, я что поняла? И потом она говорит, да, это будет проще. По деньгам, говорит, это будет всё равно, как снять дом, но, говорит, если Сергей Петрович уедет как раз-таки в ноябре, то, говорит, я же не могу тоже свалить в съёмный дом, кто, мол, останется в этом доме следить за хозяйством. То есть, я так понимаю, всё очень просто, грядёт очередной сбор, да, ей нужны вот эти вот конвекторы, да, и она решила их приобрести, опять же, на халяву за счёт зрителей. Ещё, знаете, не поняла одного момента, какого чёрта, вот прямо, когда будут делать отопление, прямо тогда надо уезжать Сергею Петровичу в Краснодарский край за вещами, вот объясните мне, пожалуйста, а нельзя это как-нибудь вот, и вообще, да, когда ты договариваешься на то, чтобы тебе делали отопление, ты знаешь, допустим, что вот он едет 20 ноября, да, ты говоришь, хорошо, окей, тогда приходите делать мне отопление там 10 ноября, да, до того, как он уедет, чтобы он, допустим, в общем, всё, я прекрасно поняла, что Лёлька решила опять сорвать, как говорится, вот, знаете, со своих зрителей очередные деньги как раз-таки вот на эти конвекторы, да, говорит, а потом они мне пригодятся в любом случае уже на хозяйстве, в общем, я так понимаю, очередной это развод её же вот этих вот зрителей, ну, а в конце стрима тоже стало очень интересно, пришёл Лёша, её сын, Лёшка Картошка, да, сам себя так называет, кстати, вот, и опять стал жаловаться, что у него мало подписчиков, ну, и решил рассказать нам некую историю, о том, как он за шоколадку купил себе пять подписчиков в магазине Пятёрочек, ну, а Лёля, конечно, знаете, Лёле сначала, надо было видеть, кстати, реакцию Лёли, она сначала изменилась в лице, я так поняла, что эта история не совсем понравилась, но ей пришлось взять себя в руки и сказать, да-да-да, Лёша у меня очень талантливый, ну, она так говорит про всех своих детей, да, он говорит, обскакал всех, Лёль, ну, не смеши, не смеши, во-первых, для каждой матери свой ребёнок лучше всех и не надо возвышать своего сына, принижая чужих детей, это очень некрасиво, да, ну, а во-вторых, ты тоже в 15 лет обскакала всех своих одноклассников, правда, там гордиться было абсолютно нечем, так что, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, время, только время покажет, чего стоят твои дети, а то мы слишком много слушаем, какие они у тебя талантливые, в общем, да, как-то да, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, уже всё, это была третья часть Марлезонского балета, третья часть как раз-таки стрима, да, все сегодняшние части у меня есть, и утренняя часть, и в обед я выкладывала ролик, срочная новость, да, Петрович сдал Лёлю с потрохами, и вот сейчас как раз-таки мы добили с вами Лёлькин стрим, надеюсь, вам понравилось, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, ну что ж, а у меня на сегодня всё, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и конечно же всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok